Рабочая неделя в администрации района началась с расширенного планерного совещания под председательством главы Заура Хамирзова. В режиме ВКС приняли участие главы сельских поселений. С первым вопросом о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабском районе по состоянию на 21 сентября выступил начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев. Содокладчиками были начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея Шовгеновского и Кашхабского районов Жанна Бжецева и начальник управления образования Асяд Берзегова. Прошлым понедельником количество заболевших в районе увеличилось на 16 человек, в том числе ХОЦ-3, Вольная-2, Майский-2, Личексин-1, Кашхаб и Герухай по 4 человека. Более подробно Жанна Нурбина доложит о ситуации более конкретно. Теперь, что касается протоколов за нарушение. На прошлой неделе суд рассмотрел исковые заявления и наши протоколы, которые мы к ним направляли. И, значит, было наложено штрафов на сумму 61 тысяча рублей. Тысяча рублей – это физическое лицо, свадьба. И 30 тысяч рублей на два индивидуальных предпринимателя, значит, магазина, которых были нарушения по несовредению режима стандарта разработанных Роспотребнадзор. Эпидемиологическая обстановка в Кашхабском районе остается столкновенной. С начала пандемии в районе зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержденных у нас 357, клинически 11 человек. Умерло 7 человек. В большинстве случаев заражение коронавирусом произошло в семье и в ближайшем окружении. Выздоровели с начала пандемии 287 человек, что составляет 78% от заболевших. Медицинский контроль установлен за 81 заболевшим. Из них проходит лечение амбулаторно 65, стационарно 16. По соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, управления образованием на прошлый день, с 16 по сегодняшний день, организовала проверку всех образовательных учреждений. И в ходе проверки выявлено, что очень хорошо налажен внутренний фильтр, соблюдается социальная дистанция, все средства защиты имеются в достаточном количестве в каждом образовательном учреждении. Работники пищеблока обеспечены масками и перчатками в достаточном количестве, работники дошкольных образовательных учреждений в достаточном количестве тоже обеспечены масками и перчатками. Насчет заболеваемости детей больных сейчас проходит лечение 9 и 10 сотрудников. Затем слово было предоставлено заместителю главного врача Кашхабльской центральной районной больницы Зареме Батышевой. Она довела до сведения присутствующих необходимую информацию о проводимой прививочной кампании в организациях района. Поддержит 19 тысяч 300 человек, релита 3117. Смога детям 4600, релита 692, что составляет 15% от плана. По работам образования и выполнению на сегодняшний день составляет 85,5%, медицинских работников релита 66%. У нас много медосудов применений по медработникам, кто контактные, кто и больные. Нужна отметить активный продукт по иммунизации, сэссоцион. Они самые первые в виде желания девицам. 149 человек, но план у них выполнен. Далее был рассмотрен вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду отопительного сезона 2020-2021 года. Получение паспорта готовности. По которому выступил заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов и главы сельских поселений. По словам Евгения Глазунова, все необходимые работы будут завершены к началу отопительного сезона. Также были рассмотрены другие немаловажные вопросы. Это поступление налоговых и неналоговых доходов в районы бюджет и бюджеты поселений. О проводимой работе по достижению показателя X-матрицы. Об участии сельских поселений в программе комплексное развитие сельских территорий. Подготовка проектно-сметной документации. Подготовка проекта «Кванториум». Ход реализации проекта модельной библиотеки в ауле Бличепсин. Информация по работе с информационным ресурсом ССТУ Российской Федерации. По всем вопросам главы района были даны поручения к их выполнению. Завершилось совещание на торжественной ноте. В связи с переходом на другое место работы, Заур Хаймерзов поблагодарил начальника отдела имущественных отношений Каплана Мамухова за добросовестный труд и вручил грамоту. В свою очередь Каплан Мамухов выразил признательность руководству района и своим коллегам. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района.